всем привет я продолжу свою рубрику о товарах для маникюра и в сегодняшнем видео я вам покажу как я отпечатываю вот такую фольгу на ноготочки у меня уже есть одно видео на канале в котором я рассказываю как я отпечатываю цветную фольгу и в комментариях вы меня просили показать как я это делаю вот с такой фольгой с ажурной которая практически полупрозрачная сеточка и она вот они разные в наборах у меня вот такой набор я заказывала на него я ссылочку оставлю в описании посмотрите я уже ее использовала несколько раз мне нравятся такие дизайны смотрите какая красивая фольга какой красивый цветочек хочу сразу уточнить один нюанс что продавец упаковывает товар складывает фольгу таким образом чтобы та сторона которая вы будете прикладывать к ноготочку было внутри то есть если у меня вот в пакетике вложен лист фольги сложен он пополам и вот эта сторона внутренняя является именно той стороной которое нужно прикладывать к ногтю или к типсик где вы пробуете используя клей клей у меня вот такой я его показывала тоже в предыдущем видео без всяких маркировок но он мне очень нравится как видите я им пользуюсь давно его очень мало уходит очень хороший клей и так давайте его нанесем на нашу типсу в один слой слой должен быть тонкий и оставить высохнуть его нужно не менее 10 минут если клей так получилось что у вас густоват постарайтесь максимально тонко нанести его на типсу лучше несколько раз вытирайте вашу кисточку о бутылек убирая излишки тогда фольга наша лучше отпечатается и так вот я нанесла клей обязательно нужно закручивать сразу потому что он сохнет именно на воздухе на типсу предварительно был нанесен гель-лак от элит как видите я очень часто его использую мне нравится его носибельность его консистенция мне еще не попался ни один цвет именно от этой марки который пришел бы или наносился как-то неукрывисто поэтому мне очень нравится эта марочка и я ее использую так пока наша типса сохнет давайте выберем рисуночек отрежем часть ножничками я уже подготовила типс очку которая просохла и вот давайте теперь приложим нашу фольгу выбрав элемент который нам нравится на нашу типсу разровнять фольгу прижать ее можно разными способами кому-то будет удобно пальчиком попробуйте каждый индивидуально к этому подходит я тоже только учусь и мне удобнее пушером силиконовым ссылочку на него я тоже оставлю в описании под видео и так аккуратно не сильно надавливая и тем более если у вас это не типса а ноготочек чтобы не причинить дискомфорт себе или тому человеку которому вы делаете аккуратненько прижимаем нашу фольгу даем немножечко ей постоять именно с этим рисуночком чтобы клей получше впитался забрал на себя рисунок и начинаем снимать фольгу здесь есть еще один маленький нюанс не знаю может быть это для кого не секрет то фольга которую мы отпечатывали в предыдущем видео я вам сейчас ее покажу вот такая цветная ее снимают с типса или с ноготочка быстрым резким движением в данном случае когда мы пользуемся используем вот такую фольгу которая с рисунком быстрота не нужна нужно очень медленно и аккуратно смотреть чтобы все элементы пристали клею чтобы пропитались и аккуратненько снимать проверили если начинает отходить наша фольга аккуратненько и и снимаем без всяких резких движений при возможности если вы поднимаете и видите что какой-то элемент допустим не отпечатался опустите фольгу назад проведите несколько раз по этому месту пальчиком или пушером и поднимаете фольгу дальше смотрите что у меня получилось вот такой рисуночек все элементы у меня отпечатались очень хорошо я вам сейчас покажу это ближе смотрите весь цветочек остался на типсе все как и должно быть самое главное еще раз повторюсь без резких движений все аккуратно и все тихонечко вот что осталось от нашей фольги я подготовила уже несколько вариантов попробовала чтобы показать вам именно на типсах как я отпечатывала вот это типс очки с гель лаками которые с блестяшками с крупными вот здесь тоже все хорошо у меня отпечаталась на темном фоне не очень видно конечно но все же и еще несколько вариантов смотрите какие красивые дизайны получаются давайте я вам сейчас по несколько штучек покажу для лучших эффектов конечно для лучшего оформления скажем так ноготочка лучше использовать светлые гели для основания на основу смотрите вот эти лучше видны на красном не особо заметно но тоже виден рисуночек хорошо отпечатался то же самое у меня вот на темно-синим на сиреневом и на вот таком мятном как видите на мятном лучший рисунок виден заметен чем на темном фоне ну и мои фавориты конечно же это белый фон это две я уже сделала перед видео чтобы подготовиться чтобы вам показать и вот это то что мы делали сегодня вместе с вами смотрите какие красивые варианты осталось покрыть топом у меня это либо элит вот такой без липкого слоя либо элит с розовым это отдельный магазинчик тоже без липкого слоя ну или какими пользуетесь в основном вы так если вам понравилось мое видео девочки оставляйте комментарии ставьте пальчики вверх я думаю что сегодня я была вам полезна кто не подписан на мой канал подписывайтесь чтобы не пропустить новые видео всем спасибо и всем до свидания и а у